Сны, утешетелю души истины, И жизнь десы, и вся исполняй, Сокрой ище благи, и жизни подателю Приди, силийся вны, и очистины И всякие скверны, и спаси, блажен души наши. Господи, благослови предстоящие занятия, Не дай нам углоняться невлевания в право, Но строго следовать покровали на Твоем стопах, Дай бы всегда пребывать в истине Твоей. Господи, не дай нам повешить словом, тем более делом, Прибудь с нами до конца. Дай нам, Господи, возрастать от веры к вере, И, познав истину Твою, Господи, Оставаться в ней, и убедить донести ее людям, не знающим ее. Тебя славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духуны, Всегда и Валейки, веков. Аминь. Итак, на прошлом занятии, по словам брата Игоря, Закончили 25 стих, 7 главы первого послания апостола Павла Коринфеева. Сегодня 26 стих. Читаем стих. По настоящей нужде, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Вот такой стих. Что означает так? То есть так, безбрачный. Ну, это 25 стих. Повторим 25, и тогда будет понятно, чтобы связался он с предыдущим стихом, 26. 25 стих. Относительно девства. Относительно девства. Я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Ну, и вот этот стих 26. По настоящей нужде, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Толкование. Столь же короткое, как и стих. По моему мнению, говорить всегда лучше для человека воздерживаться от брака по причине соединенных с ним неудобств и неприятностей, а не потому, чтобы брак был нечист. Ну, а вот представьте, что исполнилось бы вот это пожелание апостола Павла оставаться так. Ну, и что было бы? Ну, я хотел бы сказать, тут и несколько мест Писания тоже можно привести. Почему апостол Павел об этом говорит? Ну, однако же, вот книга Бытия нам говорит все-таки, что прилепится муж к жене своей, и он обращается, когда в конце второй главы книги Бытия, Адам к Еве, я так понимаю, он смотрит вдруг, когда очнулся, а вот перед ним создание, похожее на него, немножко не такое, и он говорит, вот плоть от плоти моей и кость от кости моей, она будет называться мне женой, а я буду называться мужем. То есть Господь вложил ему эти пророчества, и он уже говорит, а до этого Господь еще, там интересно так, многие запутываются в первых главах люди, и говорят, как так? Вот там Господь говорит, плодитесь и размножайтесь, и сейчас в Новый Завет это тоже переносят. Да, брак должен быть, обязательно должен быть, плодитесь и размножайтесь. Мусульмане очень любят это, это местописание, прямо они его с удовольствием берут. Плодитесь и размножайтесь. Сейчас уже не говорится, а плодитесь и размножайтесь. Если только плодитесь и размножайтесь, то христиане, да благословит вас Господь, и души ваши, чтобы вы спаслись. Потому что плодитесь и размножайтесь, это относилось тогда, когда Адаму с Евой, их потому что было-то всего двое, и птиц небесных было мало, и Господь и к ним обращается тоже. И вот эта, как говорится, ячейка, человечество было первое создано Господом. И причем они были как бы мужем и женой, но еще и не муж и жена, потому что они ходили ноги и не стыдились. Ничего не было. И вот тут начинает закрадываться, уже будучи еще не мужем и женой они, ну как по нашему понятию, то есть совокупления не было еще, детей никто не рождал, даже не думал об этом. И вдруг жена начинает уже, встала, как говорится, на тропу преступления. Она предала сразу все, что Господь говорил, законы, начала разговаривать со змеем сатаною, начала, это, приступила указание Божие относительно дерева познания, добра и зла не вкушать, от плода вкусила, дала потом мужу и он ел, и вот что-то изменилось в этой природе, видать, скорее всего. И Господь здесь появляется, а Адам от стыда прячется в кустах. От стыда за кого-то, за кого? Женщина приступила, и апостол Павел уже пишет. И не Адам пристился, но женщина, пристившись, пала в преступление. И вот, конечно же, когда мы это все знаем, местописание, местописание, то действительно, если разбирать все до конца, то очень много мужчина претерпевает от женщин. Но это не потому, что Господь это вложил женщине, а потому, что человек сам избрал. Она такая же душа, человеческая женщина, у нее есть душа, она избрала этот путь. Конечно, хотела она это все из благих целей, доказать змею, что Бог их любит, но сразу же попала в зависимость. Мне это напоминает некоторых наших сестер, которые постоянно на одни и те же грабли наступают. И никак не могут из этого вымраться. Слава Богу, есть у них мудрые мужья, я уже отвечаю как бы на вопрос, который будет ставиться, конечно, а как же, надо все-таки или не надо, которые направляют их, ведут, потому что Господь все-таки человеколюбив и милостив, призрел на нас и говорит, да так возлюбит муж жену свою, как Христос возлюбил церковь. Ну, можно еще дальше, слава Богу. Я хочу сказать, что брат несколько гиперболизировал, может быть, и неправильно сказал, потому что Господь, всякое слово Господне, оно однажды извлеченное, остается на все века. Если Господь сказал, плодитесь, размножайтесь, он сказал всему этому роду человеческому. И Ева, это означает, что жена, она уже была жена. Да, то есть этот период, как бы до того, как они были изданы из Раи, и они друг друга познали плотские, он был как бы периодом дружбы. А там уж осуществились эти слова, плодитесь, размножайтесь, которые Господь сказал. Если Господь однажды сказал, что смертью умрете в тот день, который вкусите, так оно и осталось во все времена, пока не пришел Господь, не воплотился и не вывел нас из этого рабства. Я хотел бы свое оправдание и в защиту апостола Павла немножко сказать. Дело все в том, что Господь говорит, обращаясь к Саддукеям, когда они его спрашивают, ну там, это женщина, которая у семи братьев была, и все время умирала, как вы все братья, конечно, хорошо это знаете, эту притчу. Но я так понимаю, все помнят, да? Саддукеи подошли ко Христу и начали его искушать. Это мы читаем Евангелие от Луки, 22 глава. И они его так это доискушали, что Господь им отвечает. И очень интересно, говорит, не знаете, говорит, ни Писания, ни силы Божьей. Договорились. А это же были люди, сведущие в Писании, книжники саддукейские подошли. Ясно, что непростые люди. И он им дальше говорит, будут суть муж с женой, как ангелы на небесах. Он говорит о Царстве Небесном. А мы знаем, все хорошо, что Господь Царствием Небесным называет и проповедь свою. Проповедь, это есть Царство Небесное, говорится в толковании, правда, это. И Господь говорит, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. Суть как ангелы на небесах. И когда ученики обращаются к Христу, они просто так обратились к Пётру и говорят, так тогда лучше вообще не жениться. И Господь бы тут сказал, и правильно, не женитесь, вы меня правильно поняли. Но, он говорит, что это кто, как, кому положено будет. Кому доно, да. Ну, кому как положено, от Христа будешь. У кого какой путь будет. Но, как говорит апостол Павлович, хорошо бы остаться человеку одному. Мы бы сейчас не занимались с женами нашими, как Игорь Натикнович любит. Говорите, правильно говорит. Растрясут все широким рукавом. Я пошел на свидание с моей БЭГ. Она пришла. Помоги, Господи, Ваше. Пошлут меня прямо на дверей лежать. Проповедуйте им как следует. Чтобы не заниматься вот этим работой. Вот брат у нас постоянно, он часто воскресенье пропускает. И я такой же тоже на работе, все лето пропадаю, воскресные дни. Нет, чтобы благовествовать здесь. Нет, ну вот, ходим за этими женами. Ну и так, апостол Павел говорит, а дальше будет говорить. Не замужняя думает, как угодить Богу, замужняя думает, как угодить мужу. Ну что, не секрет, что вы сейчас все разъедетесь, у кого мужья, сыновья, внучки. И начнете им там готовить, кашеварить. Потом сестры наши каются, говорят. Ну вот не выдержало, вот приходится в пост готовить скоромное. Приходится ради кого? Ради ближних своих, не только мужей. Но в основном-то, конечно, мужья. Потому что все сейчас живут мирно, доживают до глубокой старости. Кстати, лет, это у нас средний возраст мужчины вырос в советские годы. Это было 58 лет максимум у нас, мужчина умирал, женщина 72. Теперь женские года подросли до 78, а мужские до 70 уже у нас. Понимаете, как это? Это вот страх Господь, страх вот этот держал, который Бог дал на народ свой, за нечестие, которое было во времена предреволюционные. Когда народ начал отказываться от основ веры, очень сильно попирать это. Там кто-то царя высмеивали, кто еще там, ну досмеялись. Сменил Господь им, посадил на голову человека. И эти люди, диктаторы, довели людей до того, что люди жить уже сами не стали. Потому что страх был там, где нет страха. А там, где надо было бояться Бога. Не боялись. Но я вот к этому очень сказал. Ну, то есть, может быть, кто-то понял? Да, брат, правильно ты сказал. Дело в том, что христианин, он как бы сочетает в себе и то, и другое. Он должен жить как человек, которому Господь сказал, плодите себя, обнажайтесь, но стремиться должен. Ну, дальше будем читать о том, что который имеет жену, пусть будет как не имеющий, и она имеющая мужа, как не имеющая мужа. То есть, так вот, образы и примеры нам из житей святых нам известны. Вспомните, от того же Иоанна Кронштадтского, как они жили, с супругой. Поэтому, конечно, стремление это однозначно, потому что они уже должны быть подобными ангелам, о чем сейчас брат сказал нам из священного писания. Естественно. Но все остается плотское, вожделение и все прочее остается, оно никуда не делось, потому что это изначально дано Богом. По физиологии, в плоти человеческой. Конечно, хорошо бы оставаться так, говорит апостол Павел. Но, кому что дано. Дано, значит, воздержание. Значит, воздерживайтесь оба, как это мы уже читали в предыдущих стихах. По согласию обоюдному. А если нет, то не разжигаясь, чтобы не совратить свою половину ко греху, значит, нужно соглашаться со второй половиной. Дальше читаем. 27-28 стихи. «Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если не женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Вот, как понимаете, не ищи развода, если остался без жены, не ищи жены. Не осталось без мужа, не ищи мужа. Вот, ты знаешь, я хочу, чтобы другие говорили. Не то, что знаю. Да, но нет. Потому что, если человек лишается мужа или жены, то это не бывает без воли Божьей. Обязательно на то воля Божьей. Что имеешь в виду не лишается? Если лишился, остался без жены, что это означает? Это значит, что воля Божьей на то, чтобы супруг, допустим, как сказать... Да как же лишилась-то, это у меня вопрос. Как же я тоже со всем тебе говорю. Умерла. Умерла она, допустим. Ну нет, да, уже нет, я уже вы. Умерла она, значит... Да, не то, что она оставила его и ушла куда-то. Да, нет. И иметь в виду, что если это случилось, значит, Господь ждет смирения от второй половины. Он ждет смирения, и поэтому и говорится о том, что не ищи, не ищи, значит, мужа. Потому что это, значит, не угодно. Боле Богу угодно. Впрочем, если и женишься, не согреши. Да, но если не можешь одному, то, пожалуйста, греха нет, ищи вторую половину. Ну, там, преклонись. Девчонки, давайте, преклонись. Словами, соединенные ты с женой, показал, что брак, как узы, приносит с собой неприятности. Узы. Почему они называются? Узы. Супруги. Что такое пруга? Упруга? Упруга. Ермо, да, вот нужно впрячься и вести. То есть это заботы, обеспечение друг друга, в материальном даже плане. Рождение детей сопровождается небессонными ночами, болезнями, заботой о том, чтобы они выучились, выросли, чтобы были здоровыми. Это с мельской стороны, но, естественно, в духовном плане тоже заботы. И друг другу они должны помогать в духовном совершенствовании, чтобы дети выросли во Христе, чтобы они достигли Царствия Небесного, если речь идет о христианской семье. Труд, непременный труд, да и труд даже любить друг друга, это труд, и причем каторжный труд, потому что быт съедает все чувства, и розовый дым улетучивается в первые месяцы. Все это неприятности приносит, конечно, узы, потому что они называются узы, соузники еще, супруги, неприятности. Разводом называют невоздержание по согласию, но развод без достаточной причины. Ибо если супруги воздерживаются по согласию, то это не развод. Сказав, не ищи жены, да вы не подумали, что заповедует безбрачие, прибавляет, впрочем, если и женишься, не согрешишь. Смотри, между тем, как неприметно побуждает к девству, называя брак пузами, а девство – разрешением и свободой. Под девой здесь, разумеет, не ту, которая посвящена Богу, ибо если эта выйдет замуж, то без сомнения согрешит, так как через это, кроме жениха с большой буквы, то есть Христа своего, ведет к себе прелюбодея, а имеет здесь в виду безбрачную отраковицу, непосвященную Богу. Итак, если таковая выйдет замуж, не согрешит, то есть отраковица, безбрачная, не обещавшая себя, непосвященная Богу. Не согрешит, потому что брак не заключает в себе ничего нечистого. Скорбями называет заботы и печали, сопряженные с браком. А мне, – продолжает, – вас жаль, как детей, и желаю, чтобы вы были свободны и беспечальны. Брак – узы, и те, которые находятся под его игом, под игом браков, в этих узах, не имеют власти над собой, как сказано выше. Вот таковое толкование. Я хотел вот вопрос задать, просто ответ у кого-то есть или нет. Я бы сам ответил, но ко мне привыкли. Я хотел задать вопрос. Вот, если написано, она дева, остается девой, то сразу ее в монастырь, другого-то понятия нет у нас. Вот мы сейчас читаем, а монастырь это вообще не ведет тут речи. Если начни читать, хоть перед кем, все скажут, да, 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 дева, дева, обязательно дева, всех дев туда, начиная с шестилетнего возраста, то из пятилетнего, читаем мы там, уже забирали монахи, лишь бы как-то там родители открутить, чтобы родители уже быть безвольные были в этом плане. И все, и она уже там в монастыре, уже все, она уже там запечатана. Но написано, она ищет, как угодить Богу, не замужняя это. В монастыре как они угодить Богу? У них один ответ сразу. Мы молимся за весь мир, отстаньте от нас. Мы за весь мир молимся, вам понятно, нет? И все сразу, правители там были, князья, смерды там, они же за весь мир борются. Как будто припечатали, вот, и весь такой народ. Ну, они за весь мир борются, вы понимаете, в монастырях. Ну, как, они же, как будто, вот, динамическая нагрузка какая-то, статистическая, непонятно. Ну, этот хоть штангу поднимает, а здесь, как молятся? Ну, объясните, что должно произойти? Должно, они же за весь мир. Мир должен весь стать христианским, и начинают дифирамбы всему миру петь. У нас 850 тысяч уже православных, сейчас перечисляют, максимум 250 тысяч в храмы ходят во всех странах православных. Ой, 250 миллионов, максимум. Если охвачены как-то церковью, 250, а то еще опять приурали же. А раньше так миллиарду хотели подтянуть, прям подтягивают за нос, они как не могут, даже по странам не выходят православным миллиард-то, как у мусульман. А мусульмане все перешагивают, у них-то плодительство размножайтесь, полный рост идет. И что не родился, то уже мусульманчик. А у нас-то еще до церкви довезти надо. А вот это толкование-то наших православных-то, архиереев-то и попов-то, а все остается еще. Дева, мастырь ее. Так я только о девах говорю. А сколько у нас пацанов запечатали? Ну, в смысле молодых юношей. Молодых. Молодых. Уж по-настоящему печатают. А юношу-то просто так не запрятать, он священником может быть. И они вылупаются из этой скорлупы монашеской, вылупаются из этих мандр-то. А куда? А в дьяконы. Голос хороший. Давай. Начинают пупамуды это. Так, дальше. А ты? А у него плохой голос. Его в священнике. И вот уже в 17 лет рассказывают уже, ну, по эти священнике, это я сам. А меня, говорит, что в 17 лет поставили, я что знаю, только руку протянуть, чтобы поцеловали. И к нему на исповедь идут бабушки потянулись. К 17-летнему пацану. А он, душа его, действительно его душа, о которой надо не смеяться, печалиться, а в слезах утонуть. Она-то хотела чего-то. Она хотела как-то угодить Богу. Она-то была, да, еще девственницей. Но почему у нас сразу только в монастыре? Вот другого понятия нет. Сразу раз и в монастыре. Разве об этом апостол Павел пишет? Разве это свобода уже? О великой свободе. Ну, я-то понимаю тоже все. Сейчас скажут, а ты там какой-то сектор. Я-то понимаю, что все это говорилось апостолам о настоящей церкви с общиной. Как тогда, как и он оставлял за собой. Он уходит, там Лий остался после апостола Петра в Риме. И вот вокруг него церковь. И потом он прославлен будет как мученик. Он умер, умер за людей. И вот там остался хороший учитель. И он после этого учит. Вокруг него объединяются люди. Они идут, благовестуют. Почему? Все были язычники. Надо было пробовать распространять. Кто будет распространять? Ну, молодежь. А тогда не было же этих автомобилей, как сейчас у нас у братьев. Раз 200 километров. И за один час проехал. Тогда-то пешком надо было ходить. Кто бы ходил? Вот юноши потянулись. И они, вот эти юноши, нам сделали церковь, в которой мы сейчас пребываем. В остатках ее, вернее. В этой церкви. В нескольких сотнях, может быть, людей, которые остались, которые правильно понимают. Остальные все будут запечатывать, вот это вот, то, что мы прочитали, в монастыри. И все, опять церковь погибла. Практически. Опять ее Христос на каменистое место еле-еле из этой тины выйти, а говорит. Уже революция прошла. Уж сколько там этих, всяких было движений, где не посмотришь. И Петр Первый воевал с монахами этими. Ну как, своеобразно, конечно. Закрывал там, он как-то разделял. И Екатерина Вторая, и Елизавета. Все понимали, что-то не то творится. Только почему-то за эти мандры, так этот разум не вошел в апостола Павла, который мы сейчас читаем. Вопрос мой такой. Что нужно сейчас сделать, чтобы правильно нам прочитать слова апостола Павла? Где это девство у девушек и у юношей? Как его к церкви применить, чтобы это было не только в монастырях, а вот как у апостола Павла? Тогда не было монастырей. Мой вопрос. Без монастырей. Как это узаконить? Как дать понять священникам и епископам, что люди эти, которые хотят остаться в детстве, занимаются истинно православным делом Христовым? Я не знаю, но как-то же надо отвечать, Николай. Ну, это так сказать, мысли вслух. Я не скажу, что это истинно, но я думаю, что в большинстве случаев так и происходит. Я бы просто хотел спросить, что вообще плохого в монастырях? Что вообще плохого в монастыре? Ну, вообще. В женском или в мужеском, без разницы. Что плохого в этом, да? Ну, можно, конечно, накрутить, навернуть, подтянуть что-то и сказать, что то-то, 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 то-то. Есть там и плюсы, но есть и минусы. Или, вернее сказать, есть минусы, но есть и плюсы. Во-первых, здесь, вот мы только что рассуждали, да, что каждому человеку дается по силе. То есть быть брачным или безбрачным. Согласны, да? Теперь представьте, современное общество, ну, взять такую страну, допустим, не Россию, где каменный век еще, слава Богу, есть, а где более развитая страна, да, и человеку, который он одинокий, а вокруг него какое соблажнное творится. И как ему в этом мире устоять? Что делать? Вот он принял, да, я буду безбрачным, к примеру. А вокруг такое творится. На проповедь ответа, ну, нету, будем так говорить, но у него соблазнный кругом ходит, кругом 90-60-90, метр-двадцать и все, что хочешь. Как ему против этого устоять? Ему остается одно, идти за мандру. Прятаться от мира. Да, апостол Павел говорит, или бы вам надлежало уйти из мира, вы понимаете. Так это тот мир, там было население, допустим, миллиарда не было в том мире-то. У нас в 60-м году-то было всего полтора миллиарда населения на планете. А сколько было тогда? Миллионов, может быть, там, ну, 10-15. Было это хорошо в том мире. Ну, будем говорить так, ну, в первохристианском. Так вот, как тогда человеку устоять? Что вы предложите? Этому человеку, который живет в мире, он положил свою жизнь, ну, как бы, служить Христу. В чем служить? Единственная забота, вернее, возможность, это община. Общинная жизнь. Я вижу так, потому что одному не устоять перед этим соблазном. Теперь давайте возьмем, что такое община. В понимании, так сказать, ну, не церковном, а как бы околоцерковном, что ли. Это полное послушание, ну, с главенствующим лицам. Это пастырь, священник и, там, наставник или кто, ну, в каждой общине по-разному это называют. Это полное послушание. Потому что, если ты вышел из этого послушания, как это, да ты всю общину разлагаешь, ты тут от тебя, вот, сколько ты принес, тут дегтя в наш мед и прочее-прочее начинается. Опять, опять он не в масть попал, вы понимаете, что делать человеку? Опять идти в монастырь. Потому что там поспокойнее сел, ему дали там эту картошку чистить, он 17 лет эту картошку шкурит там, сидит. И ничего с него не спросят. Вообще ничего. Был ты на службе, не был, потому что там он всегда на службе. Там, с кем ты встречался, не встречался, тебя никто не осудит, как ты хочешь. То есть там это, всего этого решается человек. Как бы церковь изолирует человека от мирских соблазнов. Так что вы там плохого? Скажите мне, ну что плохого? Человек сохранил свою деву, он высылал, ну, может быть, он там, ну, не обратил там одного человека. Может быть. Но он сохранил собственную душу. Оставаясь здесь в миру, все, ходил, ходил. А потом начинается голубизна, розовизна и прочие, и прочие. Заборы гниют. Эта девушка живет, она там, одна молодая, красавица, у нее все заборы сгнили. Потому что женихи-то бунами вокруг дома. А ее родители не выпускают. Потому что деву берегут. А для чего беречь-то? А потом она выходит в мир, и она не знает, что делать в мире. Она все равно рано или поздно выйдет. Вот и все. И она начинает бояться, и в итоге падает ниже некуда. Вот это вот лично мое мнение такое. Потому что опасность того, что мир, это, ну, сильнее, чем воля человека. Бывает. Бывает. Не каждому дано быть таким там у него. Ну ладно, там меня на пауза. И ничего не надо. И его никто не соблажнит. Да я и не боюсь. А ведь у большинства-то этого нету. И падают-то молодые. Все ниже, ниже. А ведь у нас сейчас церковь-то наполняет кто? Бабушки. Которых в мир уже ничего не тянет. Только что сплетни поговорить. Вот и все. И у нас часто сюда за этим и ходят. Послушайте, а что нам дядя Игнатий тут нового расскажет, напел? Если поняла, то хорошо передаст. А не поняла, так передаст, что лучше бы и не передавала. Понимаете? Вот это, ну, серьезно происходит. Вот так я думаю. Поэтому в монастыре не все плохо. Да, что касается вот рассуждения на монастыре, нужно было тогда, если уж она все рассуждать, нужно было порассуждать до того, как здесь говорить и сказать. Вот это положительно, а вот это отрицательно. По порядочку. Вот сколько положительно, сколько отрицательно. Конкретно что? А так как бы вот вообще об этом теме и получилось ничего. Я так понял. Я сразу повестил, что, ну, как бы сразу уже указал мандру эту стену. Что о монастыре не говорим. Все, мы уже поняли. До чего монастырь нас довел? Плюсы его, минусы. Минусы. Это уже все понятно. У нас уже минусы одни. Где плюс это, покажи мне? Во-первых, ты мне покажи плюс. А громаднейший плюс. Монако, который миссионер, заслуженный во всем мире. Где? А? А? Вот и нету никого. Подожди, стоп. Кого ты там решил рассказать? О ком? Иоанн Кронштадтский. Он не монах. Все. Он жил в дереве. Вот Иоанн Кронштадтский. Как раз о нем можно было приблизительно что-то сказать. О домах труда его. Но у него одни дома труда. Я читал все время и думал. Ну, думаю, сейчас я что-то у него найду. Но когда я читал, и вот как раз мы тут в тендеме с Игнать Тихоновичем были, я читал, и что такое неожиданное, я ему передавал. И тут читаю «Моя жизнь во Христе» от Иоанна Кронштадтского. И там написано, как он в своей церкви не мог дисциплину наладить. И какую? Он, Иоанн Кронштадтский, вот представляете, Иоанн Кронштадтский, священник простой, он не мог выйти со своего храма. А? Как вам это? Вы понимаете, до чего дело-то дошло? Монастыри, не монастыри. Иоанн Кронштадтский, который так любил людей, люди его любили. Я думаю, ну о чем там проповеди? Вот мы читаем его проповеди. Он обличает. Он говорит. И когда он говорил проповеди, даже вот такие проповеди, для нас это проповеди после Игнатьа Тихоновича, это для меня проповедь, знаете, ну, даже не средненькая. Ну да, человек там рассказал что-то, а вот вы какие, а мы ли такие братья. Ой-ой-ой, как страшненько нам стало. Смотри помаду, нельзя с помадой приходить к причастию. О, это строгий очень у нас епископ. И вот так вот получается такой же строгий был Иоанн Кронштадтский для них. Потому что уже забыли, что такое слово обличительное. А он столько много сделал. Но он ни одного слова не сказал о научении Библии по святым отцам православной церкви. Ни Феофилакта не приводит, никогда Болгарского. Никогда не приводит святителя Иоанна Златоустова. Никогда нет у него этого понятия, что так, братья, священники, отцы, диаконы, надо нам сейчас выбрать достойных, чтобы пошли. И вот люди там, дома труда, они там работают. Чтоб в воскресный день с утра до ночи звучали там проповеди. Чтоб всего Иоанна Златоуста знали. Чтобы все это применять как в жизнь. Пускай прям, ведь вот, сказали им проплыть. Пускай идут из Кронштадта, на лодочках своих плывут туда, в Петроград, миллионный город уже тогда, и пускай благовествуют. Нигде этих слов нету. И как он сам запечатан? 20 человек народу с толстенным канатом отгораживают народ. Полицейские, там прислуга какая в храме. И представьте, тянут канат. Тянут канат, чтобы народ не прорвался к Иоанну Кронштадтскому. И он, говорит, пробирается, они с него успевают сорвать шляпу, трос его там вырвать, перчатки там с него срывают, уж за ноги хватаются. И вот, говорит, канатик не выдержал. А оказался тоненький канатик. И говорит, только все, Господи помилуй, лишь бы батюшку не затоптали. О каких монастырях еще речь идет? Иоанн Кронштадтский. И из него его культ такой превознесли, его троицей считали. Представляешь? И сделали и они так целую общину. Так из этой общины и они так надо было христианскую общину-то и делать. А он даже ни одного слова против нее не сказал. Он не знал просто, что говорить. Я так предполагаю, что он не знал, что сказать. Он все делал как надо. Он благовествовал. Он себя сапоги снимал. Приходил, матушка говорит, ну как? А он в рубище в одном. Все, ничего нету, все отдал. Все деньги свои отдал. Сапоги отдал. У бедных был людей. Его и любили, понятно? Начни сейчас он их ходить тут раздавать. И тебя тут тоже полюбят-то будут смотреть, за тобой показывать. Ну ничего, нормально. Все равно полюбят. Ну он раздавал, сделал. А до конца-то не довел. А надо было как вести? К сожалению, не помню фамилию, Игнат Игнатьевич. Может подскажете? Тоже на заре революции был богатый меценат, коммерсант. Он делал тоже трудовые дома. Дома труда для девушек и для юношей. Он выступал на соборе. Неплюев. А? Неплюев. 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 Как я забыл-то его. Чичага все у меня сюда. Неплюев. Вот единственный, кого можно читать. Вот брат, если ты не знаешь, на настыре оставь пока. Возьми этого Неплюева, почитай. Это действительно первопроходец. Мы по сравнению с ним, даже мелкие. Почему? Он свои деньги вкладывал, он свое имение взял и разделил там на две части, еще достроил. В одной там 300 мальчиков, вот с молодых вот таких, а с другой таких же 300 девочек. И он до такой степени их довел, они не сблудились, ни там бутербродами не лежали в повалку. Ничего это не было. Они все девство сохранили и подросли. Потом начали жениться, выходить замуж, там были у них пара из них, но многие остались и так. И он постоянно с ними проводил занятия. Вот один такой попался. Но у него были последователи. И писали он, и к нему прислушивались даже церковнослужители. Он на соборе, там был собор когда вот этот, 17-18 года. Он доклад читал, настоящий. Но это конечно все забыли, все это похерили монахи. Потому что это же представь себе, деньги свои надо отдавать. А сразу, подожди, а как эти нам дома сделать? Кто нам их сделает? Какие-то коммерсанты? Да молиться надо просто, и Господь все устроит. Вот ответ-то уже есть практически. Вот тут сестра говорит, нет ни урок, ни в коем случае урок не пишите. Ой-ой-ой, не пишите. И вообще не пишите, что мы там вас чему-то будем учить. Ой-ой-ой, никогда это ничего не надо. Просто пускай придут и написать. Жареной курице 10 штук. Поросенок запеченный 15. По 3 килограмма каждый. Тогда они все придут. И тогда мы их тут поймаем. И тогда может быть расскажем. Это уже время прошло. На поросенках хорошего священника не вырастешь. Вырастить можно только на Евангелии его. Которое он совершенно не знает. Ты, сестра, просто не беседовала никогда со священниками. Ну понимаешь, и весь мир прошел, брат. Человек, который не знает Евангелие, ты ему ничего не докажешь. И никакие уроки ему не помогут. Но вдруг из... Почему Игнат Игнатьич написал 33 священника и 12 семинаристов? Он неправильно написал, по-настоящему так. Нужно было написать 12 священников и 33 семинариста. Правильно? Это же подрастающее поколение. Но он уже, как стрелянный, говорится, волк, уже не одну собаку съел на священниках. Он понял, лучше побольше священников. Глядишь, из 33 Господь одного-то выберет кого-то. И кто-то поймет из них. А из 12 семинаристов, как из апостолов, глядишь, может быть, один там будет какой-то преданный Христу. Ну, это вот такой мой приблизительный ответ. Начало ему. Еще раз мышление по поводу... Девства. Девства и монастырей. Дальше давай. Не, монастырей не... Ну, это не наше дело. Мы там не были, не знаю. Давай дальше, по теме. Кстати, можно? Что это мусорье? Кстати, о монастыре не были мы там и не знаем. А я вот тут посмотрел немножко документальный фильм. И этот Иларион, этот, как он, митрополит Калужский, что ли, он там близкий, короче, к патриарху. Он рассказывает, как принимают в монашество юношей. И вот для того, чтобы пока он должен прийти, ну, там, все, церковь не происходит, все. Стоят братья вот так двумя тесными рядами. Как это, знаете, Черноморский, а с ними, батька, 33 богатыря. Вот они стоят, а он, этот, кандидат в монахи, в одной рубище, в таком платье, вот так вот ползет, ползет из притвора в церковь и заползает в алтарь. А в алтаре там его епископ встречает. И он вот так прям ползет. Да, я вот этого не знал. Червячком таким потихонечку ползет и показывает. Он ползет, а там объясняют. Вот он уничижился, вот он смирился, вот он ползет. А я в этот момент перебираю, а где в Слове Божьем написано-то, как нужно в монахи, во-первых, поступать, и как там дальше клятву-то отдавать. Они все-все придумывали. Вот до такой степени выдумано, видно, чтобы человека вот так вот как-то он вспоминал эти минуты. А что человек, он быстро забывает. Он быстро эти минуты забудет. Ну, дополз он. И там видно, как он потихоньку должен ползеть на локоточках и прижавшись. Я сразу вспоминаю, вот как это мы ползали, когда полоса препятствий и там колючая проволока настоящая низко так протянута. Но чуть-чуть верхушечку тебе дают. Потому что, когда вот автомат молочишь, немножко вот это вот место, как-то оно в бедро переносится. Тем сантиметров пять дают. А здесь видно, что он распластался прям никаких пяти сантиметров. Учили прям ползти. И он вот так вот растек, а там все, это мудрый голос епископа, это он смирился, это вот как грязь, как прах. Червячком таким ужиком подползает к ногам епископа. И вот он, вставай, чадо, вот он встал. И теперь дальше он начинает его благословлять уже. Почему там дальше стрижка волос пошла, что-то стригут, закатывают в эту воск. И все это объясняют. Все правильно так и должно быть. И теперь там начинаются клятвы эти пред Богом, что он там не будет делать и так далее. Это я о монастыре немножко просто, отступление такое. Да, Надежда. Игорь, у тебя бы великолепный артист получился. Хазанов. Вот когда ты разговариваешь в таком роде, понимаешь, мы уже тебе не собеседники. Понимаешь? У тебя получается такое насмешничество, очень граничащее уже с кощунством. Ты это сам не понимаешь? Ты если не остановишься, ты очень плохо кончишь, Игорь. Ты сам вот это прочувствуй, помолись, попроси у Бога, куда ты идешь вот с таким вот, с таким вот, с твоим насмешничеством, кощунствующим. Это ужасно. Сергей Павлович, я не вижу здесь абсолютно никакого кощунства. Если монахи, вопреки словам Христа, зарылись в монастыре, вместо того, чтобы нести Слово Божье в мир, Христос сказал, идите благовествуйте, сядем и будем сидеть. А как это не высмеивать? А как это нельзя высмеивать? Вот так. А как? А ты Библию читала? Кощунствовать нельзя. А ты Библию читала? Ты не путай кощунства с святым высмеянием грехов, как пророков Вала высмеивал. Ну что, ваш Бог там уснул, что ли? Ха-ха-ха! Высмеял, прям в Библии написано, смеялся над ними. В Ветхом Завете. А какая разница? Большая. Ты даже из Ветхого Завета не будешь сидеть. В Ветхом Завете идут поправки, но очень много. Спокойно, 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 эмоции. Вернее, в новом Завете. Надя. Надежда, говори. А все не надо, все, все. А я по-моему, что сказала, уже всем все. Надя, Надя, сейчас же никто не разрешает, другой говорит. Простите. И даже мысленно, когда другой говорит, так у тебя сейчас ты головой не согласен, жестом, это тоже делать не надо. Простите. Ну я могу ничего не разговаривать, а руку по локоть отломить и показать тебе, и всем понятно, еще я показал. Как Соженицын говорит. Одному дали слово, другой слушай. Есть председательствующий. Надежда Васильевна, у вас слово говорите? Слово пускаем. Давай дальше, по теме. По теме, о Деве. Вот я хочу вернуться к этому вопросу о Деве. Апостол Павел говорит, что жалеет тех, кто сочетается в браке, и превозносит Деву, что это свобода. Это, ну знаете, вот я смотрю, ну из описаний тех, кто вот сохраняли Деву, в миру пребывая, это тоже немалый труд. И соблазнов не знаю, больше или меньше. Потому что сатана, зная, что они уже взяли на себя этот обед, что они несут этот подвиг, он будет ополчаться на них еще больше. И труд этот тоже немалый. И его поезти можно только с помощью Господней, с Духом Святым. Это однозначно. Ну вот я высказал свою мысль. Если кто-то не согласен, выскажитесь. Вот мы часто Иоанна Златоуста поминаем, и Феофилакта Болгарского тоже поминаем. А в их толковании-то как раз все совершенно наоборот. Допустим, там они всегда превозносят монахов. Как только можно. Ну Златоуст, так как монахи тогда еще не имели того веса, и а не только-только монашество становилось. Но он в 407 году только почил Златоуст. А о первых монахах мы читаем это с 320-325 года. Антоний Великий, мы его узнаем только в середине 4 века. Ну то есть получается за 50 лет до смерти только Златоуста. И вот того, конечно, что сейчас мы видим в монастырях, вот червячком этим ползут, там еще что-нибудь там волосики закатывают. Этого скорее всего и не было. Это как снежный ком всегда наползает и наматывается на человеческое сознание. Христос это называет преданием старцев. Как вот сейчас дожились иудеи, что шульха нарух-то выпустили. А зачем выпускать шульха нарух, когда Ветхий Завет есть? А тут мы, как говорится, с удивлением узнаем. Они, оказывается, иудеи еще не все свои книги признают, которые мы признаем. Я даже удивляюсь, как они 53-ю главу-то взяли и убрали из пророка Исаии. Ну не убрали почему-то. И Господь на этом, может быть, как раз и придут два пророка, Енох и Илья, и как-то объяснят им, что Христос, Мессия, истинный Бог наш. 29 стих. Согласны? Читаем? И я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Вот сказал коротко, а это коротко продолжается сколько уже? Почти две тысячи лет, да? Но мы знаем, что у Бога тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет. Не наше время исчисления даже. Ну вот написано опять же, опять про монахов, как не вспомнишь. Ну зачем тогда они себе так давали сильно знать эти монахи? Ну сидели бы себе в монастырях. Ну так они же и до мирских людей добрались. Мирские это те, которые не в монастырях люди верующие. Они не просто добрались, они всю полноту церкви, власти забрали. Хотя в Слове Божьем, конкретно говорится, епископом добудет одной жены муж. Ну написано это, написано. Сейчас скажи вот это, что в Слове Божьем. Так, где тут Слово Божье? Вырвут страницу и выбросят еще, если сильно будешь тыкать им. А то еще проклянут того, кто это написал, то есть апостола Павла. Ну однако, об этом просто никто не говорит. Это не принято говорить. Вот первый же, сейчас Синод соберется, если епископов, архиереев, они должны конкретно взять и прочитать это местописание и сказать, братья, о чем мы тут так далеко зашли-то? Ну к примеру, вот это надо исследовать. Они начинают опять какой-то устав церкви берут, начинают переписывать, как нам относиться к животным, как относиться к грилпису, ну как растения там. И патриарх начинает, вот мы сейчас с зелеными очень сильно начинаем сотрудничать. Свои каноны не выполнили, ничего не узнали об этом мире. Людей вести не могут, сами идут вак, слепые, вожди слепых. И у них вопросы какой-то гипербарированной важности ставят, которые совершенно не нужны никому. Как мы сегодня про воду говорили, говорили, а потом договорились, ладно, будем пить ту, которую пьем. Такие эти, растения, растения, растения дышат, растения слышат, ой-ой-ой, кто срубит веточку, тому по локоть надо руку отрубить и так далее. Толкование на 29 стих, запилак болгарский. Чтобы к словам его будут иметь скорби по плоти, вот к этим словам, чтобы кто-нибудь не прибавил, что не прибавил, но вместе и удовольствие, в кавычках выделено, пресекает всякую надежду на удовольствие, оставляя на вид тесноту времени, то есть краткость времени перед вторым пришествием, перед кончиной мира. Ибо все спешит к разрушению, и приблизилось Царствие Христово. И, наконец, мы должны явиться ко Христу. Итак, если и есть какое удовольствие в брачной жизни, то оно непорочно и кратковременно. Рассуждение о этому стиху по удовольствию. Нету. Дальше. 30-31 стихи. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Толкование. Они как бы искусственно разделены. Я считаю, что это одна фраза, ее искусственно разделили на три стиха. Один отдельно, 29-й, и здесь два вместе, 30-й и 31-й. Толкование, оно общее к этим стихам. Если и имеющие жен должны быть, как не имеющие, то что за польза связываться браком и возлагать на себя бремя? Аминь. Что же значит, как не имеющие? Значит, не прилипившиеся к браку и жене, и не истощающие всех по печенью на них. То есть, по печенью должны быть, да. Дальше будет еще, о чем нужно беспокоиться, о чем нужно печатись больше, о чем меньше. Таким же образом, как никто не должен слишком озабочиваться и другим чем-либо, ни печальными обстоятельствами, на которые намекнул слово плачущие, ни радостными, которые означал словом радоваться, ни договорами, которые выразил словом покупать. И для чего, говорит, перечислять то и то? Просто пользующиеся миром с ним не должны злоупотреблять им. То есть, прилипляться к нему со всем усердием и пристрастием. Не делать из этого идола. Из идола можно сделать из чего угодно в этом мире. Из отношений между мужем и женой, и между имущественным отношением, плотскими и духовными даже. «Ибо употребление излишнее и выходящее из предметов должного есть злоупотребление». Интересное выражение. Надо его как бы записать. Запомнить это. «Ибо употребление излишнее и выходящее из пределов должного есть злоупотребление». То есть, проходит и разрушается. Зачем же привязываться к тому, что разрушается? Названием «Образ» показал, что вещи настоящего мира только мелькают перед глазами. Чрезвычайно легкие и не имеют в себе ничего твердого и существенного. И все удовольствия мира, они так кратковременные. Действительно, очень кратковременные. И потому многие в этом миру стараются продлить. Изо всех сил человеческих, какие только возможны человеку, они пытаются продлить это удовольствие. Все удовольствия. Жрать так нужно жрать долго. Какие-то другие удовольствия, чтобы это было... Ну вот купил, да. Мечтал машину купить там, чтобы она была лучше, чем у всех. Да, купил, но покатался, все, уже все насладились, увидели, позавидовали тебе. Ты уже насладился всей этой завистью, обращенную на тебя, что ты такой крутой, что ты имеешь такой автомобиль, больше никто не имеет такого. Ну и все, и дальше-то уже надо менять ее уже. Дальше нужно продолжать эту, чтобы завидовали. Это бесконечно. Это и есть, выражаются святые, ненасытимость греха. Да, брат. Ну я вот хотел, как бы наблюдение такое сказать. Вот вчера, позавчера там ехал, и вижу, слышу музыка какая-то, и не могу понять, как-то необычно все. Вышел с автобуса, а мимо проезжает грузовик длинный, супермасс, там такой полуприцеп, и весь в плакатах, в транспарантах цирк приехал. И вот там стоят всякие зверюшки, одетые, переодетые люди, там в тигриков, там в слониках, в жирафиках, в цветном всем, и как бы там танцуют, ну не сильно танцуют, там сильно не натанцуешь, а так вот ручками двигают, показывают великое веселье они людям. И музыка такая там идет, хорошая, значит, приятная музыка, а цирки все там и так далее. И я подумал, думаю, вот люди мира сего, на какие-то хищения они пойдут, чтобы завлечь других, ну чтобы они поделились с ними своими прибытками, которые они заработали, надо же раскошеливаться, а люди не идут. И вот они чего только не делают. Я хотел сказать, ну это цирк, то же самое там, допустим, киноактеры, все там у них про театры и так далее. Другие там тоже, ну банкиры там зазывают кредиты. У православных столько всего можно зазывать людей на пир только к небесному отцу, и ничего нету. А ведь какие у нас каноны? Я сейчас вспоминаю, я вот про это девство, там же какие каноны есть у нас еще, это мы о канонах вообще еще не коснулись. Каноны есть и о девстве там, и о монастыре от каноны, чтобы там не уходили и так далее, своих родителей не оставляли, потому что массово начало свидать голод и начали умирать, наверное, даже люди. Опустошались целые страны, как говорят о Египте и так далее. И вот почему у нас нету этих праздников, таких вот, как вот Игнатий Тихонович вспомнил Ездру. Ну Игнатий Тихонович, ну там маленькая такая молекула, вспомнил он один, да его кто еще послушает? Его же не, хоть и, как говорится, превозносят на устах, ну понимающие, но так-то его мало кто знает. Ну а в церкви-то, ну патриарх, почему вот так вот, допустим, всегда желание у нас, чтобы патриарх сказал что-то из Слова Божьего? Он никогда не говорит из Слова Божьего, запомните. Вот сейчас опять он давал новогоднее интервью, я внимательно послушал, но он сказал там, из Слова Божьего мы узнаем, больше он ничего не сказал. А чтоб цитату из Слова Божьего, он никогда не скажет. То есть авторитета Библии нет. Библия самая распространяемая, самая издаваемая, и уж больше ее еще не издавалась, книга на всей земле. И казалось бы, ну и теперь эту книгу все, наверное, истрепухали, и никто ничего из нее не знает. А ведь кроме этого у нас и каноны есть церковные, которые можно было бы прям периллюстрировать, и какие-то каноны прям вот так показывать в церкви прям людям. Люди, запомните эти каноны, прям показали о девстве, каноны там о крещении, о том, что нужно Слово Божие изучать, какие книги. И тогда бы ни Ездру мы не забыли, ни крещение бы не забыли, что нужно троекратным погружением, и не спорили бы с людьми, а показывая себя круглыми идиотами. Почему этого в православии нету? Почему мы ничего не показываем этому миру? Откуда это стеснение выбралось? Откуда? А можно сказать откуда. Из мандр оно вышло, из-за стен выползло, потому что оно в темноте, в омгле, выпистывало не то, что надо, но не евангельское. А если не евангельское, то значит антиевангельское. И теперь только все в молчании, только все в великом смирении, перед другими людьми, но только не перед Словом Божиим. Авторитета Слова Божия никакого. Вот эти вот местописания у нас везде заходят сразу, и сразу вот так вот на них это действует, так угнетающе. Потому что еще они присмотрятся, еще и по-русски, куда попали вертия прозбойников духовных. Уже слово и гнетет русского языка. А это люди, которые говорят четко на русском языке. Это как себя нужно было извратить? Кто помог этим людям такими сделаться? Поэтому я считаю, в монашестве, если плюсы есть, то эти плюсы как раз совершенно обратные. То есть они как раз к монашеству отношения не имеют. А Господь Иисус Христос сразу запретил апостолу Петру даже думать остаться одним. А он предлагал, Христос, ты с нами, Моисей с нами, Илья с нами, и мы тут на горе остаемся. Сделаем тут кучи, ну кучи это из веток, шатры, и будем там жить. И все. Что нам еще надо-то? Царство Небесное здесь с тобой. У тебя глагол о вечной жизни. Он забыл об этих своих девяти братьях апостолах, которые там бьются уже с неверными иудеями. Уже проповедуют и бьются. Уже погибают практически. Уже их там добили. Уже их народ не слушает. И Христос, зная все это, сказал. Ну вот туда, вот, брат прав, что почему это и прочее. То есть один выход, это общинная жизнь должна быть у христиан. То есть только в общении, вот в таком тесном общении, люди узнают друг друга, и каждый совершенствуется. Ну, в меру своей, так сказать, ну, способности, будем так говорить. Совершенствуется. В познании Слова Божьего, естественно, он совершенствуется. Вот что. Что же предлагается, например, вот как говорит, вот брат, вот удовольствие и прочее. Все правильно. Что сейчас существует, ну, в нашем православии, да? Не успел кончиться. Рождественский пост, через два месяца Великий пост. Время радости два месяца. Понимаете? Они на работе удивляются у меня. Вот как, ты что, месяц не... Вот, 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 я говорю. Так этот рождественский, что, это ерунда, вот сейчас Великий будет. Вот это для настоящих русских перцев. Для мужиков пост. От этого дети, знаешь, какие крепкие получаются. Так у тебя же не будет детей. Мало ли у меня. Молодых будет. То есть, вот чему. Их вот это очень страшит. Да ты что, пост, говоришь? Ну, пост не можешь. Ты хотя бы, говорю, среду, пятницу, ты можешь соблюдать два дня. Куда-то распустил этот... Ну, кенгурятник-то этот подвесил. Да ну, ты что. Вот прям целый день, я говорю. Да ты ешь. Ну, ты только вот там травку какую-нибудь пожуй, там, редиски и прочее. Зимой яблоки, бананы. Вот так наешься. Я уже наелся их. Смотреть, говорю, не могу на них. Ну, так это все утрировано, конечно, говорю. Вот это страшит. Вы понимаете, что церковь в лице канонов, ну, как сказать, ну, через каноны накладывают узду на человеческую плоть, чтобы плоть не возобладала над духом. Для этого каноны сделали. А как это так? Мы же не привыкли. Я захотел 13-го числа. Поел, захотел, там, 5-го поел. Вы понимаете, даже скотина не целый день ест. А люди, вот, едят, едят, едят. Ну, это если о еде. И другие удовольствия, то же самое. Вот сейчас цирк этот, клоуны приехали. Ну, они уедут. А вот эти люди, как бы, одурманенные вот этим вот, они останутся. Вы понимаете, в чем дело-то? И вот эта радость, вот на работе у нас, у них малые дети там, Дед Мороз и прочее. Ну, ты же обманываешь ребенка. Как же так? Его же нет такого на самом деле-то? Нет. Ну, нету, конечно. То есть, вы понимаете, и вот эти удовольствия действительно кратковременные в мире. И вот краткость времени-то, это, ну, краткость человеческой жизни. Скорее всего, не хватит тебе все удовольствия захватить. Все равно у арабского шейха яхта на полметра длиннее. И тебе никак ее не превзойти, вы понимаете. Вот в чем беда. У меня все же. У меня хоть какая-нибудь маленькая яхта, но моя все равно. Он думает, что я, сколько мне вот возможно, он хватает. Поэтому вам уж как-то делали. Да, говорите. Извините, пожалуйста, я как бы новичок у вас, только так немножко интересуюсь, но смотрю, мое какое вот мнение, что на самом деле нужно, чтобы молодежь привлекать, и всех привлекать, как бы. Нет, на самом деле, то есть. А как бы нужно отхимичить. Вот я посмотрел, у меня, короче, на улице жил парень наркоман. То есть человек, как бы, саранхвативный, ребенок из семьи эгоист, да? И он сейчас какой-то там у них занимает какой-то пост какой-то там в протестантской церкви. И к таким наркоманам люди бегут. Понимаете? А вы сейчас говорите православие, там что-то еще, ну, к примеру, я говорю, да? А люди-то не привлекаются. А он, как бы, я знаю, что, скорее всего, жулик. Ну, скорее всего, да. И человек слабохарактерный. В чем плане? В том плане, как бы, и нельзя, конечно, христовых людей, когда бежать, что-то такое. Но я помню, маленький, например, он не заставишь там спортом заниматься, там, в футбол, если поиграть, он больше с тобой играть не будет, потому что... А вот, например, я общался вот с братом Игорем, он говорит, вот я, например, не мог выиграть на соревнованиях что-то, это потому что я будущее христианин, то есть, как бы, вот, потому что я победу отдал вам. А вот как я вижу это, например, ну, такой пример, как бы, вот такой пример. Я вижу, что на самом деле, чтобы быть человеком, верующим, нужно быть очень сильным человеком, наоборот. То есть, тот же подержать, тот же у тебя будет выбор, например, между, там, порядочным поступком и греховным, да? То есть, это нужно, чтобы не совершить этот греховный поступок, нужно силовую большую иметь характер. Ну, это мое мнение. Да. Нет, это мое мнение. То есть, чтобы быть верующим человеком, надо быть очень сильным человеком, очень мощным духом человеком, то есть, как бы, это для сильных людей духом, как бы, я вот про что говорю. И вообще, чтобы молодежь привлекать, нужно самим быть тоже активным, и с людьми общаться, и объяснять, и говорить, и самовести активный образ жизни. Нельзя, как вы говорите, уединяться, и сидеть где-то дома, и никуда не ходить, что-то еще. И таким образом, люди, молодежь привлекаться не будут. Это я точно говорю, молодежь. А бабушки привлекаются, почему? Потому что они уже грешить не могут, я думаю, поэтому они и привлекаются. Но это мое мнение, я, может, ошибаюсь. А пока молода, она по пенушкам бегает, а потом пришла уже, когда уже, ну, спроса нету, как бы. Это мое мнение, как бы. И всякие пришли, конечно. Бывает и так, да. Нет, это мое мнение, я могу ошибаться, просто если на люди, они стороны смотрят. Вы все сказали? Ну, я просто тема нашел. Хорошо. Значит, правильно сказали, но я хочу акцентировать на чем внимание для вас конкретно, что духом сильны люди только тогда, когда этот дух святой. Когда дух святой руководит, и тогда можно преодолеть все и одержать победу в той брали, которая есть между Богом и сатаною в сердце человека, как писал Достоевский. Так если духа вообще нет, то откуда он может взяться? От Бога. От Бога только однозначно. Нужно просить. А если просто человек сам по себе, вот я сильный, я смогу... Я бы хотел, вот у нас как-то все пришло к общине. Да и понятно, оно другому-то никуда не могло прийти уже. И я хотел вопрос задать, Игнать Игнатьевич. Мы письмо-то это написали, как бы все одобрили, как бы мы участники были. А так, немножко-то скажите слово об общине. Что бы вы сказали, как вот урок начали мы хотя бы, или хотя бы тезисами какими-то, ну что бы для нас, чтобы осталось это как-то, что все-таки предварительно какие-то были беседы. 1 Иоанна 2, 20, почитайте. Первое послание. 1 Иоанна. 1 Иоанна 2, 2 глава. 20, 25. Впрочем, вы имеете помазание от святого, и знаете все. Все. Пока не надо дальше. Впрочем, вы имеете помазание от святого, с большой буквы святого, и знаете все. Пророчество было о том, что всякий будет научен. И не будет друг друга любить учить. Даже как учителя, поставленные апостолы. И не будете иметь нужды в этом. Это при том утверждение Божие. Мы даже не понимаем, что мы живем в нереальном мире. В нереальном. Бог это не творил, что вот сейчас люди извратили, на разное идут. Но мы должны на другом уровне это чувствовать. А как? Вот он спрашивает, как? Значит, опыт, если есть, я почему должен отвечать? А ты должен это знать. Ну и рассказывают. Я стою около храма, разговариваю с Настей Деяновой. Проходит Вера Кедорова Золотова рядом. Она кандидат в медицинских наук. Очень грамотная женщина. Ну ладно, ты ее не ругай, она хорошая. И продолжал дальше. Я говорю, ну-ка стой, вернись назад. Идет в храм. Ты сейчас что сказала? Ну, не рада. Я вижу, что я ругаюсь. Она девчонка хорошая, она студентка социологического факультета. Приехала к нам в гости. Я говорю, а что ты решила, что я ее ругаю-то? То есть она не знает, что у нас есть что-то общее, мы о чем-то говорим. Я тогда говорю, Настя, скажи, о чем? Ну, я вышли мимо, а я вас попросила рассказать мне. То есть не я ее ругаю, она меня остановила. Ну, я этого не знала. Запишем, ты этого не знала. Но тебя учить этому не надо, потому что ты наученна будешь. Дальше, я тебя ругаю. Я тебя ругаю? Нет, я спросила местописание. Это редкий случай, когда молодежь спрашивает. И дальше, а дальше вы мне объясняете. То есть, представляете, здесь все окружено, как говорится, светлой аурой, сказали бы люди неправославные. А для нее она не расположена. Ей слушать не надо, и она уже сразу уткнула. Ну, тогда, простите, я не знала. Тоже хорошо. Я теперь возвращаю назад. Ты этого не знала. А Дух Божий, который в тебе знал это или не знал? Тут вот в чем дело. Мы на таком уровне находимся, что не понимаем даже, где мы и кто мы. Вот священник служит. Он поднимает руки в алтаре, молится. Это у него бескромная жертва. И выходит и поносит меня. Поносит. Прямо поносит. Я потом и говорю. А потом он приходит в себя, и вот я не знал, там, простит. И я это принимаю. Я на тебя не имел. Ничего прощать, когда это для меня благодать Божья, что ты меня поносишь. Но Дух Божий, перед которым ты стоял, поднимал руки, который превращает хлеб в тело, он знал это? Ну, конечно. Говорит, никто не знает, что в человеке, кроме Духа, живущего в нем. Почему же он тебе это не подсказал в момент, когда ты молишься? Речь идет о том, что у тебя связи с Богом нет. Ты понимаешь, это трагедия. Кто Духа Христова не имеет, он все имеет, он священник, у него все награды, но он не Божий. Мы должны войти вот в этот уровень. Дух Божий знает. Мы сейчас столкнем прямо в монастырях, те, которые были в монастырях-то, они молились или не молились. Мы молимся за весь мир. Я не знаю, можно ли найти сегодня под всеми небесами, здесь, в Америке, в монастырях, чтобы кто-то занимался житьями, сколько я. Это 12 томов. Я их прошел минимум по 10 раз, когда составлял каталоги, на разные... Ну, это 120 томов. Практически считают, что я их наизусть знаю. Я вот увидел, что они ни за весь мир не молились, и ни за себя. Почти все. Вот он ученик. И ученик, это не просто ученик, а ученик такой, как Антоний Великий. Он-то сам был учеником у Павла Филейского. И вот ему некто является ангел и начинает говорить. Говорит такие вещи, которые записаны. Его сразу насторожило. А когда он приходит, я не могу сказать, но, может, например, утром, вечером, через неделю приходит, так узнал. Он пришел, посидел у него 3 дня. Ничего нет. Ну, извини меня, своя кель, я пойду молиться. Только ушел, ученик бежит. Только ты ушел, он явился. Что делать? Строю рядом келью, буду все время рядом. То есть идет речь о контактере, о самом натуральном. И он теперь живет рядом с ним, живет неделю, второй месяц, не является, и все, этот ангел. А тот-то на 100% уже принял у него, какой должен быть устав в монастыре. Мне говорит даже боязно об этом. Но это все написано в житиях, в уставах. Это натуральные контактеры. Кошмар. Контактеры неизвестны с кем. Ну, в дальнейшем находятся люди, которые начинают разъяснять, кто такие они. Вот юноша посвятил себя для Бога. Ну, куда лучше? Там монастырь пришел, видит, славу подвизаются. Я хочу лучше. Ну, что-то монахи встают, там где-то днем ложатся спать все время, чтобы ночью молиться. Это везде спят. Я был там, в монастыре жил. И он отпрашивается, все-таки допросился. Я там ходил, там когда за драмой, там метров 50 кверху, там пещера есть, там можно залезть, если так вот карабкаться, а потом веревку спустить, потом уже по веревке. Ну, разреши. Он говорит, это очень опасно. Сатана может... Какой сатана, когда я молюсь? И вот, а ему-то пищу-то надо подавать-то. И вот, который подает пищу-то, он у него в доверии. Он говорит, знаешь что, учителю моему скажи, завтра в 3 часа за мной колесница огненная прилетит. Как порог Ильи ел, меня берут на небо. Когда тот-то пришел, учителю сказал, тот со всех ног бежит к нему, поднялся. Ты это, ты говорил, да? Такого дурака не встречал. Да какая тебе колесница? Тебе каждый день драть надо. Учитель, сказано было, в 3 часа, ну, посмотри, 15 минут осталось-то. Правда, и возник на колеснице несется. Он давал ее открещивать эту колесницу, как захохотали они там, всех, которые, дискотека это, как их называют, дейджеры-то все эти, поднялись, и его хватает, а он к себе, они его за эту, за куртку, его хватили, и сорвали с него эту маньки, и полетели, и маньки бросили. Он говорит, вот это ты бы летел сейчас. Но она пустая, одна одежда только сорвали. Зачем тебе это было думать? И вот он подвязается, Антоний, Антоний великий, представь, Макарий, великим прозвище дается, и он только день и ночь молится. Господи, начинает у него уже завихрение. А есть ли такой человек, как я, который в такой близости, Господь говорит, есть. Пойди в соседнее село, и как зайдешь там, там есть улица Коммунистическая, дом имени Ленина, 15А, на первом этаже в подвале. И выйдет тебе женщина первая, Руфина, ты с ней поговори. Она выше тебя. Представь, каково ему было идти. Он идет, все дела бросил, шагает. Вот теперь я научусь. Она разговаривать не хочет. Да с кем разговаривать? Да Бог мне открылся у вас. Вы выше меня. Я думал, что никого нет. Расскажи о своем житье. И я, мы две родные сестры, не сестры, разные, за двумя родными братьями. Мы только сегодня ночью ложа разделяли с ними, то есть спали, как муж с женой. Ну, что я могу научить-то? Ну, не за это же вас Бог похвалил. Ну, правда, мы хоть и разные, но мы, сколько живем, уже лет семь, ни разу не поссорились. И как, на кухне вместе? Да. И ни разу не поссорились. Он развернулся и пошел. Монахам двоим не ужиться вместе. Эти разные, и они жили, каждый друг другу под... У меня какой суп такой? Давай сегодня мой поедим. А то что? Давай, я тебе дам положишь. Вот где. И этих женщин, имена даже не сохранил никто. Он пошел, это пометил, так в каких-то случаях не один был. Так стоило ли тебе идти теперь там гнить, придумывать, когда живут с мужьями, живут, ходят с ними в гости, вместе с мужьями едут на рыбалку, едут, ну, то есть нормальные жены живут, и они выше этих подвижников, у которых прозвища великие, а таких великих за 20 столетия только 17 человек. Я все время удивлялся, ну, почему они все это скрывают, монахи? А потому что пошло уже по другим ролям, они все распределили. Монахи не должны были быть даже ни одним епископом, но одного на 12, не больше. Наконец-то они захватили все, теперь ни один женат и туда не может продикнуть. А почему? А он больше занят божественными делами. Чем? Голубими делами больше занят? Голубое лобби, которое сейчас растрясает по всему миру через Кураево. Зачем ему это нужно, когда муж одной жены? У Петра теща была. Это все извращенное. Почему Григорий Петров и говорит, к нам пришло христианство не евангельское, а царство попов и монахов, а не царство небесное. Ему должно это сказать, а что тогда делать? Трудиться, работать. Так они не разрешат никогда еще патриарх, разве уйдет сейчас? Он не уйдет. Ты молись, трудись в этом. Так они будут преследовать. Да они яро бросаются, как сейчас на Андрея Кураева. Они его под ногами топчут. Я сейчас только пришел, а у меня на меня опять выбросили новый материал, где он был. Он говорит, ну ладно, мне нельзя туда идти. Ну нельзя. Вот сказали, плохие люди, я с ними встречаюсь, пусть и рай, там опять с ними, когда она вышла. Но я не вышел. Как мир это рассудит? В общем, не говорите. То есть мы презрительные, такие хорошие, что с нами даже... Я же ничего не делал только разговариваю, отвечая на вопросы. Он прав. Он правее их. Но этих людей стараются... Они сейчас натравлить, чтобы патриарх был. Ты тоже думаешь, патриарх голубой, потому что у них вставленник Никодима, а у Никодима там все вокруг голубое было и трое другое. Я не говорил, он говорит, это. Не говорил, но из речи с Явствой это. То есть они под него... Они его топчут под ногами, как хотят. А теперь... Вот профессор, будете нет профессора. Да профессор это говорит. Это не снимается. Я хоть где остаюсь профессором. Я ни одной визитки не издал, что Андрей Кураев профессор Духовной Академии. Никто не найдет ни одной визитки. Когда меня называли так, я говорю, а зачем такой длинный аватар зачем мне это нужно? Я просто Андрей Кураев. Я посмотрел сейчас у него. Я не то, что там предвзято, служу. Я вижу, что несправедливо. А это я чувствую. Мне Бог дает чувствовать. Это несправедливо. Они сейчас все изгаляются на него. Но как он отвечает, по ответам даже видно. Он выше на несколько градусов, чем они. Так он еще все сказать не может. Его роковые слова были, когда он сказал я завидую Игнатию Латкину. Да, это понятно. Это его роковые слова. Он не понимает, чего он коснулся. Меня трогать нельзя. Ему никто не сказал. И он коснулся в положительном смысле. И Господь... Ну, я помолился. Конечно. И Господь дал вот такое, что начало сейчас все сводиться, чтобы он эту свободу Игнатия Латкина имел. Мгновенно из профессоров. Отовсюду они его... Отовсюду везде. Господь услышал. Завидует. Услышал. Недавно, позавчера ночью уже ко мне заходит один священник и говорит у нас тут большая неприятность просто не могу сказать. Там сын у него я так не понял Володя, кто сын или брат. Я сам. Работает епархия работает по электронным этим делам. И вдруг вся епархиальная база исчезла. Он ее перекачал, там уже было заражено, сначала все скачать, а потом начинает работать. Он ее скачал, все нормально было, а когда начал там работать, теперь ставить, оставить не еще пустое место. Ну пустое, жесткий диск. У меня два жестких диска по 2000 гигабайт. Я разбираюсь, о чем говорится. Он мне звонит, он священник гипархи, но звонит и мне. У меня такие вопросы от людей идут, даже не скажешь. Я Володя, а Володя там ужин готовит. Володя, бросай все, на молитву. И мы становимся на молитву. Я вчера, допустим, 10 раз только в день, по полной программе, ночью молитва. Вчера выходит, от Игнатий Тихонович. Все нашлось. Я говорю, знаете, молитва была страшная. Я просто умолял Бога, Господи, иби твое чудо. Из ничего создай заново им это. Чтобы не было поношения на имя Божие. Потому что они подозревают священника, скажут, что вышел, уничтожил, но представь, всю базу, епархия. Это не одного человека. У меня одно время исчезло, так у меня все время резервные копии создают. Три программиста на меня работают, даже четыре теперь. Даже из Израиля из Белоруссии задействованы. Так можно работать. А здесь, видимо, такой помощь и нет. Он сам специалист. И вдруг нашли. Я говорю, теперь становиться на молитву. Володя, бросай все, становимся на молитву. Вот это живая связь с Богом. Я не знаю, что там было. Я попросил Бога и вид чудо. А теперь, я знаю, как объяснять. Да у него, может, на другом диске было. Не было. А просто не было, и все. Бог делает иногда так, чтобы мы поняли, что без Него мы ничто. Все стирается, новая программа, надо переформатировать. Это делает Бог. Если я ежедневно в этом нахожусь, ежедневно просят молиться, а к вечеру говорят, вот то-то, то-то там у них, я должен вас благодарить Бога. Он мой Бог живой, и вы не имеете нужды, чтобы кто... Мне не надо нужды, чтобы кто-то рассказывал про человека, где... Я не знаю, может, он обманывает. Я становлюсь на молитву. И ему говорю, знаете, вот вы сказали молиться, сын запился. Это редкий случай, но так легко он не молится. В чем дело? Я, говорит, сама не знаю. Он, говорит, сегодня попросил первый раз посчитать Библию. Другой пишет, не просто человек какой-то, а преподаватель университета и академии. И он слышит эти слова Андрея Кураева. Тут же мне заказывают вот эти лежат, это мои 38 книг. Я вам высылаю, и вот сейчас полное переформатирование сознания идет. Красноярск? Неправильно крещённый. Ты найдешь там. Красноярск, я не знаю. Соболик Юрий. Слышу. Юрий, это просто заряди, его сразу увидишь. Все книги получил, он уже купил, слово сказать. И теперь он идет к священнику и говорит, батюшка, а ведь крещение это неправильно делают. И дальше какой разговор вообще. Я говорю, так ты что спрашиваешь, поп-то не крещённый. Я пошел к другому, который хороший. Я говорю, ни один не согласится. А почему? Я тебе объясняю, почему. И он говорит, где бы я что ни считал, у меня полностью совпадает с тем, что вы говорите. А жена пришла в храм сейчас, моя жена, и она говорит, знаете, я пришла в храм, я все смотрю, как Игнатий Лаптин думает. Вот если я сейчас вижу все беспорядки, вижу церкви, как я раньше-то этого не видел, вот от торговли, этот шум хождения. Ты успокойся пока, пусть же она спокойно молится. Господь больше откроет. Я не призываю куда-то уйти. Начните наводить там порядок, но не сами, не своей силой колесницу Божию подправлять. Оза пытался остановить, Бог поразил его. Этого нельзя делать. Патриарх сказал правильные слова в одном, что давайте организовать общину. Давайте поддержим патриарха. Аминь. Понятно? Вот Путин, он распродал Россию, он все отдал, но он сказал недавно слова в Японии, которые надо поддержать и помочь, а все остальное забудь, он не говорил. Нам не надо подыскиваться, а найти доброе, и в это доброе приложить потоком своей силы, таланты, которые тебе Бог дал. Я вот что могу сказать. О чем вы рассуждаете тут? Ну все слишком открыто. Ни о каком монастыре речи нет, а быть одному. К нему, конечно, он спрашивал дальше, а вот как она одна будет, к ней будут приставать. Правильно, я одной труднее. У ней надежды нет только на Бога. Но ей легче. Она одна, а которая замуж вышла, она не успевает пеленки стирать. Я ее никуда не дозвешься. А эти, я знаю, девушки, они вчетвером, не православные. Они дали обет Богу не выходить замуж, доколе, Господи, ты нам дашь силы. Воскресный день, они резиновые сапоги, погрязи 15 километров до другой деревни. Бабушек обмыть, постирать, стопить. Не православное, повторяю, уж не буду говорить то. Придет время, они одна по одной выйдут замуж. Они не давали обета какого-то, который у монахов. Вот это и нужно. Нужно то, что было в Марфо-Маринской обители у Елисаветы. Они ухаживали за больными, они имели одеяния, все как надо, но обета не давали. Она ухаживает за больным и до того полюбили друг друга. Вот коллега, она подходит и говорит, матушка, а вот за этим-то я ухаживала, он выздоравливает, его сейчас комиссует. И мы полюбили друг друга, Бог в помощь тебе, езжай. Рожай детей, воспитывай, как должно. Вот это надо. Не другого, не связывать. А после не знаю, что с ними делать. Это голубое, долезут, не знаю, кого друг на друге женятся. Почему? Извращение пошло в корне, в самом там, вначале. Отрезать это все. Монашество нужно, оно необходимо, но не с этой целью. Оно должно готовить миссионеров. Миссионеров? Так патриарх Кирилл об этом говорит. Помогай патриарху, а не поноси его. Он непрерывно говорит сегодня, миссионерские отделы везде, открывайте. Вот эта группа, которая, он миссионерский по всей России, и он говорит, вышел, не больше 25% занят. А со всей России не могли набрать миссионеров. Я еду здесь, в Барнауле, миссионер, говорит, епископ был Антоний Масенович. Мы едем, он говорит, у меня нет ни одного миссионера, переходи ко мне, я тебе три храма, вот любой дам. Они строились, еще только где-то. Патриарх говорит об этом. Ты подними это на щит, и прикройся именем патриарха. Мы делаем то, что говорит патриарх. Ему будет это приятно, приятно, это Богу, приятно нам. Не надо переходить в разговоры на какую-то грань. Отрицательное, закрой глаза, за собой ты больше знаешь. Да. Написано, не на всякое слово обращай внимание, потому что ты тоже злословил господина своего. Серахов прямо говорит. И тогда наши уста будут благоуханной кодильницей, а не навозной кашей наполненной, как говорит златоуст. Монастыри должны готовить миссионеров и престарелых, одиноких священников допаивать, докармливать и ухаживать. Там нужны люди, одинокие. Вот возьми этот форпост Лонгента. Один. Набрали детей, каких парализованных, глухонемо, слепых. Он только на ощупь может. С пидом зараженных детей подбрасывает. И он со всеми ими занимается. Какие храмы они построили на весь мир. И сейчас какие только они идут. Константы, кинопильм. Он из года в год первое место занимает. Монахи. И показывает, как там дети в прошлом году или когда епископом поставили там. Вот нам пример дан. Мы мимо ехали, мы могли заехать, ну, по северному, через Молдавию, по Табесарабию, там с Румынией рядом. Могли заехать. Он думает, я приеду, что я могу приехать? Только дать книги, а крюк туда делать, подниматься. Мы когда проходили из Румынии нынче, мы должны видеть доброе всюду и подумать, а мой талант гонится туда или нет. Вот я нашел. Мне сказали, митрополиту книги ваши давать нельзя. Он готовит диссертацию, ваши книги помешают, он может их спалить. Представь себе, наши книги, митрополит спалит. Я остановился. Да мало ты думаешь, я не могу сказать. Слово Кеми рассказанное я принимаю как предупреждение от Бога. Надо быть очень осторожным. Ты не знаешь, где Бог скажет, как Он дышит. Я вам сегодня загадку загадал, с кем я познакомился, на букву Б. И она вышла, она меня ждет, красавица, пришла сидеть здесь рядом. Охрана. А как я прошел-то? Как они меня сопровождали-то? Патриарха так не сопровождали. Девять охранников со всех сторон. Я иду по улице, от меня в ужасе прячутся люди. Вот что касается этой свадьбы, Игнат Тихонович, то это палка о двух концах. Это хорошо она знает, вот это Ваша возлюбленная, у Вас любовь между Вами. А остальные, вот не все знают ее, и она осталась. Я показал, показал, что они могут быть и друзьями, таких заброшенных их очень много. Чтобы они в балков не превратились. Я знаю, что в случае были такие вот эти свадьбы, приходили даже к смертельным исходам. Да. Когда вот это, она как бы во главе, и она если набросится на кого-то, вся свора бросится на него. Так вот, ни одна не набросилась, я показываю. Мы должны увидеть, что и в этой необыкновенной обстановке можно работать и любовью все покорить. любовью. Игнатий Иванович, так вопрос-то у меня как бы еще... Я спрашиваю, Сережа, можно без спинков обойтись? Собаки на бусы. Я почему его спрашиваю? Это профессиональный кинолог. Он дальше ответил один, самый точный ответ дал. Я хотел бы все-таки продолжить вопрос об общине. Вы в каком контексте хотели ввести этот урок со священниками? Урок-то интересный будет. Чтобы урок был, чтобы записать это было можно. Отец, я призвал вас гости, помолчи пока. Ты один из них. Хорошо. Да давайте я тебе архиереем сделаю. Да благослови вас Господь. А это просто священники. И релилось их ровно 33. Но накануне мне позвонил местный архиерей, я проигрываю программу, и сказал, у нас еще один просится 34, если будет ничего священника, знаете, у меня в план это не входило, но ваша владычная воля-то будет выше моей. Пусть будет 34. Ему это понравится? Понравится. Понравится этому священнику. Ну я отступил от самого регламента. Так, теперь. Так вы сказали семинаристов только 12. А вы знаете, у нас на удивление многие, когда сказали семинаристов, прям просят человек 20. Я не знаю, как Владыка. Так это Владыка и велел спросить. Знаете, на его усмотрение. Ну пусть сам посмотрит, чтобы не было, которые выскакивают. И чтобы они с аппаратурой пришли снимать. Хорошо. А старому секретарю можно епархии прийти? Можно. Мы его хорошо знаем, Сергей Беляев. Прекрасный человек. Ладно. Вот они пришли уже здесь. Мы их встретили. Тут будет батюшка. Встречать умеет. Наш батюшка вообще вне конкуренции, можно сказать. Как? Сестры тут обед приготовят. Вот они сели здесь. Мы распределились. Вот вы мы здесь. Говорит-то, батюшка будет. Пока. Я в конце скажу только. Батюшка расскажет об общине, день общины. Почему мы отмечаем. Мы скажем. Люди вот эти вот, все, которые пришли. Они самостоятельно дома написали, как они к Богу пришли. В общем, вот том 15 и 16. 84 человека. 84 человека самостоятельно написали и в общем всем сводятся к тому, что они уверовали во Христа, приняли его, полюбили. искали где бы такое сообщество. И оно было образовано. Мы же с нуля образовывались. Мы единственная община, может быть, вообще, которая к себе не вербует и не тянет. У нас запрещено звать кого-то, чтобы переходить к нам. Как устарабляться. Мы сначала ознакомимся, разрешили, один раз пришел, теперь может приходить, потому что знаете его и все. Всех мы записываем, паспорт. Людям не нравится. Ну это наше правило, поэтому ты не оспаривай. Паспорт. Да. Все, ну записали, я просто рассказываю. Священники пришли, мы их перепишем. Я скажу, были что с паспортами. Так, батюшка рассказал об общине. Ну вот, скажет, батюшка говорит, у меня опыта никакого нету. В прошлый раз он и партия сказал, ну брат у меня, он имеет очень большой опыт, на меня показал. И мне дали слово, я один час, десять минут делал у них. Это все на два видео. Там были корреспонденты Алтайской Правды и кого снимали официально. Так, отцы, вы слышали, что патриарх Кирилл говорил о том, что нужно образовать кружки. Чтобы занимались Словом Божьим. Люди знали. Чтобы готовить миссионеров. Да. А как вы выполняете? Ну у нас вот сейчас они скажут, там катехизаторские курсы. Ну я скажу, вот брат, он ходил, он видел. Так, брат, расскажи, как у них там идет? А так, как у нас? Нет. А вы зачем усложняете разными программами? Мне этот вопрос задавали, когда я вел занятия в университетах праздных. Какая у вас программа? А у меня программы вообще нет никакой. А как же вы ведете много лет занятия? Я прошу Бога. И он мне указал Бог. Люди должны знать Евангелие. А так как я Евангелие читаю 50 лет и много заучил наизусть, то я понял, что толкование должно быть по святым отцам. Зная всего Златоуста, 12 томов, я нашел лучшее, что у него выбрано, это Блаженный Капелак. И этот, вот я его издал трехтомник, по нему надо вести. Но, вот тут нужна маленькая программа. Она у нас в третьем томе, открытым оком, зеленого цвета, всемирный поток. Вот теперь по нему и вести. Садитесь. Синий. Все. Вот все. Поняли? Теперь берите, у вас нет бумаги, я сейчас бумагу дам вам, карандаши, давайте будем проходить первый урок. Так, время. Все, вступил. Ровно через час я заканчиваю и выдаю вам свидетельство. Вы уже миссионеры. Я за один час сделаю, вот сколько у вас семинаристов, сколько священников, я архиерея, всех сделаю миссионерами. Да вы сменетесь, у нас это курсом рассчитано на три года. Так, ты можешь один час, только не сопротивляться мне. Я хозяин, я учитель, если хотите, в данном случае, поэтому я преподаю, записывай. Первый пункт. И дальше начинаю прямо вести, что у нас там написано. Через час я сказал и так далее. Сейчас закончим. Все, собирайте книжки, идите домой и проповедуйте. Все, где указаны места, открывайте. Трехтомник, надо вам приобрести будем. Открывайте по нему. Вы уже в течение одного месяца будете так подготовлены, что ни одна семинария, академия вам так не... Почему? Вы на практике начнете работать. Но я скажу, перед тем, как идти, обязательно, хотя бы на два богослужения, сходите к баптистам. Сходите один раз на коммунаров, и там энтузиасты поделенные, которые... Что вы посмотреть? Ну, если боитесь баптистов, просто держитесь за руки, чтобы не упасть, когда зайдете. Разбейтесь на группы. Прослушайте один раз. Я не говорю переходить. Зайдете, перекреститесь, к вам подадут, спросят, вы скажете, мы пришли посмотреть, как у вас богослужение. Нам просто необходимо... Они будут очень рады. Вы с ними только не спорьте. Вам очень далеко до них. Вы пришли поучиться. Вы учениками будете один час, два часа. И все. И возвращайтесь, держите связь друг с другом. Хотите, со мной держите. Мы вам делали предложение. В прошлом году я вам программу дал. Выезжаем вместе. Вы сколько можете. С собой берете питание, с собой берете книги, какие хотите, Евангелие. Мы выезжаем. Какое село? Большое село Павловск. Мы договорились. Со всех концов обжимаем его к центру. Уже с Домом культуры мы договорились, с администрацией договорились. Мы собираем. Но они народу много. На стадионе. Итак, вы выступаете 20 минут, и я выступаю 20 минут. У нас все может быть... Разный опыт у нас. Но в конце одинаково. Все приглашаем людей в храмы Московской Патриархии. Что я и делаю 50 лет. Нигде, ни разу, никого никуда не звали. А патриаршие храмы, которые есть. Вот. Если храма я сейчас не отдышу, чтобы они организовали скружки, поехали к местному епископу и просили священника начали строить храм. Что не так? Так. Где ночевать? И мы домой возвращаться не будем. Сразу переезжаем, ночью ночуем. Мы знаем, как ночевать. Готовим ужин. Мы себе, мы покажем, как. Чтобы после нас даже среда не оставалось. У нас специальная решетка. Как мы делаем печку. Опять за... У нас нигде ничего нет. С нами саперная лопатка. Если пойдешь зарыть свои испражнения. Все по слову Божию. Недавно, Данила Сысова на меня вывалились. Это вы что? Это... А скажите, вы не нарушаете. А вы ходите, когда на двор. У вас лопатка есть? Я говорю, есть лопатка есть? Я говорю, да. Я здесь сфотографировался. Когда мы в Польшу приехали, я показал, как мы уходим. Она завернута. Все. Они никогда этого не встречали. Они никогда не видели. Они на этом ловили людей. Все, ты исполняешь. А тут такое приказание. А я выполняю его. Без лопатки манишал. Это моя задача. Сделать туалет. А уезжать когда? Его задача зарывать. И вижу, он забывает. Как всегда. И когда мы сели, я вижу, он не зарыл. Лопату уже заложили. Мы поехали. И он сидит спокойно. Когда мы отъехали, метров 200, а то и 300. Я говорю, маленько притормози. Шофер затормозил. Сережа, а перед самым отходом у тебя какая обязанность? Какая? А ты на гор ходил. У-у-у. Так, рви через поле. А там жневье. И вот он попер, как заяц на болоте. Дошел, все зарыл, затоптал. Нигде ничего нет. Так было? Так, вот он. Я это не обманываю. Посмотри на него сидит. Во-первых, ему это урок, а во-вторых, мы доказали. После нас даже следователь, ну, крупного масштаба, может, определил бы, ни одной бумажки. Ничего нигде не остается. Ровная поверхность. Ни кострища, ничего нет. Мы снимаем верхний слой, потом обратно кладем его, заровняли, ничего нет. Ты самым малым будь верен Господу. Природа Богу принадлежит. И везде рассуждать так. Идите ли пьете во славу Божию? То есть благодарящее. Не переедая. Смотрите. Конечно, со мной им было нелегко. В прошлом году. Они купили, зашли рыбу. Рыба хорошая продается. Севастийская. Это селедка. Севан. В Армении. Севан да селедка? А? Это селедка, да? Рыба? Селедка? Нет, там не селедка. Я не знаю, какое она. Но рыба, видно, что хорошая. Но они назвали ценой. Я-то не разобрался. Это они на свои там. Цифра-то большая. Я говорю, я не буду есть. Вышел. Они сели, и гляжу между собой, уже говорят, мои ребята-то. Я вижу, что недовольны. Так, тормози машину. Так, вам рыба-то понравилась? Я ее есть не буду. Выскакивай, покупай, сколько вам надо. Я не догматик. Я стараюсь уловить вектор температуры. И они выхватились, и оба побежали. Купили. Ну, рыба хороша. Ее прям видно. И мне ее очень хотелось поесть. Но я уже себя связал. Вот Николай готовит, нашел там все, Витя тут чистит картошку. А я взял урагана и ушел на тот конец там под нас. И меня они не могут нигде найти. Когда они уже сварили, я пришел, им хочется меня угостить. Но я уже не сел. Я не оправдываю себя, но это мое право. Мы договорились никого не принуждать. Почему? Мне эти деньги дороги. Вы берите на свои деньги, ребята. Я вам рубля не дам. Моя задача, чтобы мы вернулись, чтобы хватило денег. Учитывая, что мы 15 государств прошли, 6 мусульманских республик, два раза в Чечне были, и плачу-то я. Я только 10 тысяч, да, маленько погодя. А у нас денег нет. Я опять устаю. Я по 10 тысяч только. А их денег-то ехать сейчас у меня не рубля нет. Я должен достать где-то. Я главный финансист. И отвечаю за безопасность. За безопасность. Притом скрупулезно. Вот с линии, когда слезут, машина сойдет. Вон там хорошее место. Подожди, я пойду и не один. Проверим, топка или не топка. Не провалится ли машина. За нами никто сюда не поедет. Ну тут хорошее. Так, трястется земля. Разворачиваем назад. Им неудобно. Разворачиваем. Мы договорились, не спорить. Я отвечаю за безопасность. Строго, четко, и мы вернулись. Машина ни разу не застряла нигде. А там мало? 80 тысяч километров позади. Два раза вокруг земного шара. За пять месяцев ровно. А если нынче, то думаем до Португалии дойти, из Скандинавии, при Балтии бы заходить. Надо полагать, что километров будет много. И везде мы должны пройти и дать живое слово живого Христа. Я говорю вам, вот, и будете научены в эти вопросы, какие житейские, их нельзя стандартно отвечать. Я всегда знаю, что надо, чтобы я не знаю. Вот они два зятя, она желает их примирить. Из Франции, которая мне вчера написала. Я говорю, ты не примиряй их. Зачем тебе это нужно? Зачем? Они Бога не знают. Ты проси, чтобы Бог, Господь через них поделил. И тогда, когда они будут евангельскими нормами жить, они придут друг к другу. Ну, ты их примирила сейчас, завтра они на другом деле не сойдутся. Их нельзя примирить. Почему? Они живут в этом мире. У людей, конечно, желание, чтобы было мирно. Это ее зятя Илья, она прекрасная женщина. Ее просто видно, она сияет, как солнышко сидит. Но ты не делом занимаешься. Я сейчас бью в монастырь, она сейчас едет в Иерусалим. Не надо этого делать. Монахи тебе, туда тоже тебе, Мирослава, не надо идти. Трудись здесь. Вот помните братья Харамазов, когда Алешка так за семья, а он сказал, не надо тебе в монастырь, у тебя братья есть. Там Иван, Митя, иди, примиряй их. Ты нужен там. Монастыри в том виде, в котором их сегодня показывают, они не то, что не нужны, а они опасны. Вы меня никогда не видели, чтобы я выходил на благовестие по форме. Я чтец, у меня форма церковная, я никогда не выходил. И вот это, стихарь меня одели в Москве, в храме-то, это единственный снимок, за который сейчас берутся и везде его выставляют. Ой, как выглядите. Но как выглядит, это для меня ничего не значит. Ну, требовалось, я надел. Вот он мне звонит, Кирилл Игуменко, вот завтра вы будете, я приготовлю народ, вы в храме выступите. Я сразу дал очередь, я не буду, я ушел от этого. Ну, как же так, мы ждали, народ ждал. Я сказал, не буду, я отошел от этого. Но вот стоим во время службы, я стал прислушиваться. И мне дано понять было должен, я сразу записку в алтарь послал, готовь. Я согласен будете, что-то необычное здесь. Я уже 4 года не выхожу за кафедру. Мгновенно оттуда человека послали меня в другую комнату, переодели в это золотистое, от длиннее меня, руками поднял, как старинную юбку. А дальше вы уже сами видите. Дальше уже пропой, дальше беседа будет. Надо прислушиваться, что тебе говорит Господь. Не быть вот этим догматиком. А я сказал, по-моему, будет. А что оно мое? Может оно и неправильно было, а может у Бога ситуация изменилась. Я за Степаненко так там выступил, я бы сам о себе так не сказал. И сразу истинные друзья в беде познаются. А Андрей Кураев-то в это время первый долбанул. Ищи себе другую работу. Я подумал, ох, Андрюша, а как бы тебе не пришлось искать работу? Буквально через неделю его выкинули самому искать работу. Да и какого тронули-то человека-то? Его популярность больше, чем у патриарха. Намного больше. Не надо никого трогать. Ты сначала о нем помолись. А вы о нем молились? Я молился. Молился и посмотрел на его лицо. Представь себе, вот человек обыкновенный рядом здесь. Я ему говорю, ты что галстук-то носишь-то? А какая разница? Главное внутри. А об этом я сказал, мне в нем все. Бодрара Степаненко, председатель миссионерского отдела Томской партии. Но мне не нравится, что галстук у него. Я вот здесь говорил, вот здесь стало. Это все отрезали, дальше собрание длинное было. Его это отнесли, и он тут же выступает. И говорит, галстук я уже никогда не надену. Ну, представь себе. И дальше уже разговор идет. Борода у меня, видите, где-то, она у меня в два раза длиннее. А уже через два дня мы уже с ним по скайпу говорим, уже ролик составлен, он пошел в интернет. Я говорю, вы сделать-то сделали, а вы даже не понимаете, что сделали. Вы коснулись макушки, направленное на внешних, это все внутреннее, это внутри церкви. Вы фактически горящим пакетом, говорится, сунули в бороды, зеленое всем. Почему на вас так взъярились священники? Я ему, и Андрея Кураева, я расшифровал, что это означает. Ты жажда свободы, теперь получишь. Вот хозяин, руководитель. А вы с этим Андреем Кураевым общаетесь, да, Андреем Кураевым? По скайпу нет. Он говорит, у меня нет скайпа, мы переписываемся. Переписываемся. Но он здесь был, вот здесь, вот здесь был, приближал за книгами. Вот эти книги у него. Выгнали его, сейчас работают. Если он меня там в университете, я не знаю, где назвал самым выдающимся миссионером России в настоящее время. Даже вселенной он сказал. Да, неизвестно как. Я сказал только, Андрей, это и о нем так говорят, но он почему-то свои регалии, я сейчас написал, на меня перекинул. Так я себя не считаю. Ну, он так сказал, ну что я буду показывать там лжесмирение. Конечно, я говорю, но уж как это. А вам, а вам, можно? А чем он теперь будет заниматься? Он же тоже сверки посвященный человек, он же там много образований, очень образованный. Во-первых, он на втором университете преподает. То есть, его не выгнали это все, Нет, его профессор всего никто не снимет, ему они не давали. Они просто в Московской Духовной Академии не разрешили. Теперь, где ему выступать, раз он там не работает, они эпатажные, как назвать, знаешь, что такое это выражение, необычное, вызывающее выступление, делал в своем блоге. Он говорит, я это делал не по профессии, это мой дневник. Я там записал это. Я не нарушил никакой субординации, нигде. Я нигде не сказал, это он теперь отвечает. Это все у меня на форуме. На мой форум просто зайдите, там написано Андрей Кураев и ОПК. Кажется, ненависть этих учителей. Выраждаем. Вторую тему открыли. Я говорю о человеке, который мне близок. Я ему вчера это все написал. И они оттуда сразу ответ, что да, получили, Андрей благодарит. И я говорю, вечером сегодня на 7 часов, мы побеседуем. У него скайпа нет, пусть кому-то сходит. У меня не было телефона, я бегал через два квартала. Но беседы, вот по скайпу, мне нужно записать было, его не было. Но я сказал, приезжай у меня, вот так, у меня в палате, ну как в деревне-то. И постучал по второй, и говорю, вот вам вторые, нары на втором этаже. А потом, да не нары, я говорю, позабыл, в палате. А потом, у меня сухарей хватит. А люди-то объединили нары и сухари, так говорит, дьякон Андрей, езжай, Игнатий, вам уже и нары, сухари приятные. Игнатий Лапкин, за вас заступают. Отец Андрей, вам ничего они не сделают. Я как оценили люди. А вы с ним давно знакомы с Андреем Курайовым? Лично сказать, что я знаком, вот как-то так, нет, конечно. А вот эти книги, вот смотрите, вот эти книги, я в них его упоминаю 120 раз. И он говорит, Игнатий меня по всем кочкам проносит там. Я с ним не согласен, но он мне не враг. Тем более, когда он до ним стал, теперь я его, ну, мне там непонятно, как можно это заочно, я его люблю просто. Я ему это высказал. Высказал, но косвенно показал, что ее речь должна быть очищена, в чем его обвиняют. Я говорю, ты должен, Андрей, прислушаться ко всем врагам, ко всем друзьям, и в присутствии друзей определить, что истинные, и отсечь от себя это. Твой язык должен быть чисто евангельским. Тебя Бог избрал, тебе даны большие таланты. Его грамоту и мою даже сравнивать не надо. Он может сравниваться с Атом Геннадьевым пастом. Вот это, говорит, она равна. Тут даже не могу кому приоритет отдать. Но его трогать, Андрея, вот так вот, как бы не надо, но это его на пользу, и на пользу всем людям. Патриархия показала, она жестоко поступает, с любым расправляется, тем более, с такой молекулы, как я. Но я скажу, я для них более недоступен, недосягаем, чем Андрея вместе взятые. Почему? Я не нахожусь в московской патриархии. Надо мной нет ни одного архиерея их. И я нигде не выступаю против что-то где-то. Хотя книга довольно сказана о всех бедах патриархии, о сергианстве, о букменизме, о патриархии. У меня очень много сказано. Я вот разбираю тут книгах выступления патриарха Алексея. 60 вопросов. Как он отвечает? Я показываю три вопроса, только правильно ответил. Такого разбора никто не делал. Тогда был митрополит Кирилл. Он тоже 60. У него 4 вопроса правильно отвечены. Также старобрящевского Адриана. А вот вопрос я хочу задать. Вот смотрите, получается же церковь, христиане все, даже массуд патриархии, вы, да, получается, что идет просто, скажем, различие в том, кто как бы проповедует, да, проповедует получается вот эти законы все, вот так в этом, да? Как притворяются методики разные, да? Ну, методики. Вот, допустим, окрещение, человек, когда ходит... Ну, это тоже метод же. Окрещение. 136, запомните, 136 доказательств я привожу. Сказано в Библии, у святых отцов, каноны, жития святых. А они, когда приводят, ни одного нету. Ну, кому поверят-то люди. Они как, церковь пришел, так деньги заплатил, заплатил мокрые ладошки, по голове, мозги по стенке, иди. Все нарушено. А для вас нужно сначала научить, потом троекратно погрузить в воду, священник должен это сделать, и третье бесплатно. Все три условия у них нарушаются. У них все написано так же, как у нас. Но они этого не делают. Вот это разница. С церкви нельзя разговаривать. У них нельзя торговать. У нас нет вообще денег. У них торгует несколько точек. То есть отношение к этому у нас серьезное. Андрей говорит, знаете, и вот после того, как он уже его разжаловали, и он эхо Москвы выступает. Ну и говорит, вот есть люди там, иступают такие, но есть герои веры. А его, сейчас спрашивают, и что, отец Андрей, в настоящее время такие герои веры есть? Он говорит, да, есть. Может быть, вы назовете? Он говорит, да, назову. Это уже после, как они его сейчас... Назову, он говорит, из Барнаула, Игнатия Лапкина. Это человек, это из 17 века. Это вот как Боярный Морозов когда было. Вы знаете, что? Вот что он насчитал? Он серьезно в это во все верит. Нет, это не блогер какой-то, не то, что там... Он живет этим. Он там, перед ним, вот-вот, неделю назад только. Он обо мне говорит, это на миллионную аудиторию. А его, просто вы более подробно о нем расскажите нам. Я же его не агитировал, там уж отец Андрей, обо мне там, дай знать. Я даже не знал. А теперь это писем на сбли, что он как сказал, и как говорит, и все это видно и слышно. Приятно. Вот и все. Почему? Он знает миллионы людей, но почему он не привел никого больше? Потому что вы ему тоже симпатичны, но и слава Божьей. Понимаете, это другой уровень совершенно. Он увидел, что здесь ничего нарушу не делается. Я говорю и делаю это. Он это увидел. И его перебежать никто не стал на этом. И там, где говорила о моей роли в миссионерстве, это так. Вот выступает, не выступает, это одной, это как раз Валентине этой, Татьяна-то вышла, Настеняева Олега-то. Олег Синяев, такой миссионер православный, комплектный такой батюшка. И она, мать-то, и приезжала из Германии, они в Германии живут, у нас принимала крещение. И отец Олег, мы с ним встречались, он приезжал тоже к нам, он один из лучших миссионеров России, я говорю. Я говорю. И он ей говорит против меня, и говорит, да, ну я могу сказать, Игнатий необыкновенно успешен в миссионерской работе. Он как бы против нас, а он ничего не может сказать, он признает. Я всегда сравниваю, был такой, Гаврилов, майор, Брестской крепости защищал, а нет, больше недели держал, и когда его из сердца, из раненого вытащили, то немецкий генерал сказал, лучший госпиталь положить, на нем учить храбрости немецких солдат. Вот мое положение этого Гаврилова. Я в разбитом подвале, весь истерзанный имя, но меня это ни грамма не трогает, потому что я им свидетельствую о вечном. Всем. И они это в конечном счете понимают. Молимся, Игорь Тихонович. Молись. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог июгова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь, Савва, вся земля полна славы, Его Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, слава Тебе за этот день, напоминающий о Твоей победе над смертью. Ты воскрес из мертвых, хвала Тебя. И о чем мы рассуждали, если в чем погрешили, прости, Владыка, прости мои согрешения, очисти, омой и убили. Благослови гонимых Андрея, Максима, и неведомых нам узников, Владимира, это Квачков, Леонида Хабаров, оба полковники сидят. Благослови Господи, чтобы они не отчаялись, и дай им свободу, чтобы они осмыслили о своей жизни, и искали спасения своей души. Господи, Ты дивно велик, живой Бог, слышащий молитвы и отвечающий. Благослови парализованного Сергея, и священник этого Сергея, и всех врагов наших, и примири их с нами. Дай нам силы крепости, быть истинными храмами Духа Святого, вместилищами благодати Твоей. Благослови патриарха Кирилла, епископов, священников, правителей страны, Владимира Дмитрия. Продли мир на этой земле, как тебе угодно. Пошли добрых миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Японским даруй добрую землю, чтобы они могли обратиться. И благослови многострадальный еврейский народ, чтобы они приняли Тебя как Мессия и Бога. Ей, Господи, гряди. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Так, приходите. Ну, а как?